Здравствуйте! Сегодня в нашей студии Сергей Иванищев, начальник военного учебного центра СИВГУ. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Очень интересно мне, как студенту, будет задать вам несколько вопросов по поводу этого учебного центра. Самым первым будет по поводу самого популярного направления. Куда поступают студенты? В военном учебном центре при Севастопольском государственном университете готовят студентов по пяти военным учетам специальностей. Три из них – это подготовка, по окончанию которой студенты получают звание офицеров запаса, лейтенантов запаса. И два – это рядовой состав. Это командиры отделения, сержанты запаса и рядовые гранатометчики – это лейтенанты запаса. Специальности, офицерские специальности – эксплуатация и ремонт дизельных энергетических установок. Следующая – эксплуатация и ремонт электроэнергетических систем надводных кораблей. Введение поисковых, аварийно-спасательных, подъемных и водолазных работ. Как я сказал уже, командиры отделения и гранатометчики. Самая популярная специальность, которая самая интересная, но на нее труднее всего поступить, потому что очень большие требования к здоровью. Это, конечно, ведение аварийно-поисково-спасательных и водолазных работ. Но конкурс самый большой – на гранатометчик. В прошлом году у нас проходила приемная кампания с 1 октября, которая закончилась 28 декабря. И у нас был конкурс, 6 человек на место было по специальности гранатометчик, и по остальным специальностям было до 4 человек на месте. А что нужно, чтобы пройти этот тяжелый отбор? Что нужно? Нужно первое – это стремление, желание. Нужно пройти медицинскую комиссию. Конкурсный отбор военно-учебный центр состоит из двух этапов. Первый этап – это прохождение медицинской комиссии и профотбора при военкоматах в соответствии с направлением, которое я выдаю. Военно-учебный центр выдает. И второй этап отбора – это отбор по сдаче физической подготовки, норматива физической подготовки и успеваемости студента непосредственно в университете по его специальности. Ну вот у меня есть много здоровья, я готов поступать, у меня есть стремление, я хорошо учусь. Когда я могу это сделать? Все правила поступления, чтобы было понятно, указаны на сайте Севастопольского университета, в разделе военно-учебный центр. Есть там все положения, все. Что нужно сделать? Первое, что нужно в сентябре месяце – прибыть на занятия, которые я провожу, с родителями, со студентами. Приходить могут все. Я объясняю, как все происходит, кто хочет желания. Студент пишет заявление на имя ректора с просьбой допустить его к обучению. После этого создаются списки. Ректор допускает своим приказом, утверждает списки допущенных к конкурсному отбору. На основании их списков я выдаю направление на медицинскую комиссию военкоматы по месту регистрации студента. Он проходит медицинскую комиссию, проходит профотбор, приносит нам эти документы. Дальше мы запрашиваем сведения об успеваемости студента в институте, в котором он учится непосредственно по специальности. И назначаем дни сдачи физической подготовки нормативов. Все это, еще раз повторюсь, указано на сайте Севастопольского университета в разделе военной учебницы. Я еще знаю, что время обучения варьируется в зависимости от направления. От специальности до офицера. Студенты, которые поступают на офицерские вузы с обучения бакалавриата и специалитета, это два с половиной года. Магистры, магистратура, которая поступает на офицера, это полтора года. И, соответственно, командиры отделения два года и рядовые гранатометчики полтора года. А вот, допустим, с первого курса уже можно поступать? Нет, поступает со второго курса. То есть первый курс студент учится, осознает, надо, не надо, хочет, не хочет, выбирает специальность. После этого пишет, поступает со второго курса. А с третьего курса есть возможность попасть? По разным специальностям, по-разному. Есть и с третьего. Главное, чтобы время обучения в этом учебном центре совпадало с окончанием, было раньше, но никак не позже, окончание основной специальности в институте. То есть четвертого курса уже нет? Четвертого курса уже нет. С третьего курса бакалавриата, если посчитать, можно поступать только на рядового. Предположим, что я отучился. Какое меня может ожидать будущее? То есть как я могу пользоваться в жизни этими навыками? Или может у меня появится возможность куда-то поступить на какое-то военное направление? Закончив военный учебный центр и выпустившись из университета, студент получает по офицерским направлениям звание лейтенанта запасов, по командирам отделения сержанта запасов и по гранатометчику рядовой запас. Те, кто офицеры запаса, лейтенант запаса, может призваться в вооруженные силы Российской Федерации при необходимости, при надобности пойти в военкомат, узнать надобность. Если есть возможность, может призваться и офицерам начать службу по военно-учетной специальности, полученной им в военном учебном центре. То есть есть возможность, получив звание, заняться военным делом по желанию после включения университета? Да, да, можно служить, да, можно. В каком формате проходит обучение? Обучение проходит в формате военно-учебного дня. То есть один раз в неделю студент прибывает в военно-учебный центр. Это в расписании, в общем, все предусмотрено. Один день с 8.30 утра до 18.00 вечера он проходит обучение в военном учебном центре. Это три пары, так если говорить просто, лекционных занятий и практических, и две пары, 4 часа самостоятельной подготовки. Один из которых – это военно-политическая работа. Что значит самостоятельная подготовка? Основной вид подготовки везде – это самостоятельная подготовка. То есть задание, домашнее задание, если люди делают, изучают самостоятельно те лекции. И тот материал, который дается ему на лельце, он изучает его. Расскажите, пожалуйста, я также слышал, что у вас появились новые площадки для обучения. Военно-учебный центр, он не так давно существует при Севастополе в 43-м. Мы сейчас только наращиваем учебно-материальную базу, наращиваем с помощью ректора. Мы закупаем отдельное оборудование, получаем оборудование от Черноморского флота, от вооруженных сил. Сейчас у нас в качестве завершения строительства полигон морской пехоты, на котором мы у себя непосредственно на территории военно-учебного центра сможем готовить специальность командира отделения и гранатометчиков. Без выезда в воинские части. Практические какие-то занятия, допустим, по стрельбе или по... Практические занятия, я понимаю ваш вопрос, значит, практические занятия с офицерскими специальностями, например, с дизелистами, с электриками, мы проводим в данный момент на базе морского института. У нас, так как у них есть вся учебно-материальная база, у нас все получено, но мы сейчас идем в этап строительства лаборатории, где мы в дальнейшем сами сможем это проводить. Водолазная подготовка на территории Черноморского высшего иноморского училища, с которым заключен договор, и на территории школы водолазов, которые находятся в городе Севастополе. Практические занятия с командирами отделения и гранатометчики проводим на базе бригады морской пехоти в бухте Казачьей. На данном этапе мы делаем полигон, это и есть тактическое поле, мы его делаем, мы его завершаем, мы разровняли его, сейчас будет проходить дальнейшее улучшение, залитие бетоном, у меня определенных площадок, закупка и установка, изготовление плакатной продукции. То есть это все будет в этом году, я думаю, к лету мы все это закончим. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о планах на ближайший год, на 2021. Ну, в 2021 году по итогам конкурсного отбора приказом ректора на обучение в военно-учебный центр с 1 февраля 2021 года было зачислено 216 человек по всем пяти специальностям. Это три специальности офицерских по 48 человек и две специальности сержантского рядового состава по 36 человек. У нас в этом году, вот они начали обучение, в этом году у нас предстоит выпуск 173 человек, потому что раньше наборы были немножко меньше. То есть самый планный это развитие учебного материального базы, это учебный процесс, который сейчас у нас вышел в очную фазу обучения, и проведение сборов с студентами, которые заканчивают в этом году обучение, и проведение итоговой аттестации. Кстати, хочу пользуясь случаем сказать, главнокомандующим военно-морским флотом утверждены новые квалификационные требования каждой специальности, где перечислены каждая гражданская специальность, на какую специальность военную она может поступать. Это все выложено также на страничке военно-учебного центра на сайте университета, где каждый студент может зайти, почитать все руководящие документы и также посмотреть, на кого может он поступать, на какую специальность он может поступать в военно-учебный центр. гуманитарии поступают только на рядовых и на командировых отделениях а технические специальности поступают на офицеров то есть там все есть то есть программа подготовки по основному виду обучения студента должна совпадать по программам по дисциплинам должна совпадать с военной учетной специальности так вот например на дизелистов на ремонт и эксплуатации двери установок нам приоритетные выберем и будем приоритете брать студентов прошедших отбор наравне со всеми с морского института с такой же специальности также электрики там есть такая же специальность но есть и другие специальности которые тоже могут поступать на эти специальности а вот ребята такие как я журналисты этот журналисты то есть вы гуманитарий гуманитарий командир отделения или гранатометчик спасибо большое за потраченное время за такие развернутые ответы я надеюсь что они помогут ребятам которые будут смотреть данный видеоролик разобраться с некоторыми вопросами и принять главное для себя решение хотят ли они поступать да я еще раз пользуясь случаем хочу сказать что вся информация о правилах порядке и условиях поступления военно учебный центр размещена на странице военно учебный центр расположенного на сайте севгу также все это есть в открытой в интернете вы на интернет ресурсах все это можно найти если кому что непонятно это касается курсов студентов которые сейчас учатся на первом курсе которые планируют поступать мы всегда отвечаем на все вопросы когда прибывают к нам в голландию на курчатова 7 хим корпус где учебный центр располагается на первом втором этаже приходят преподавателям приходят ко мне в кабинет и родителям и студентам я всегда все расскажу любой офицеру любой преподаватель все расскажет все пояснит поможет с выбором специальности какая ему подходит мы все поможем наши двери открыты мы готовы консультировать и помогать студентам которые определяются с выбором специальности и надобностью поступления военно-учебный центр все спасибо всем до свидания спасибо до свидания субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok